Приветствую представителей всех знаков стяка на своем канале, а канал у меня астрологический, однако сейчас мы будем смотреть второй раскладик. Дама Пентакли осталась на дне колоды. Ребята, я сделала уже видео-гороскоп про разворот Нептуна. Сейчас будет тоже второй расклад на разворот Нептуна, сочетаем астрологию и втором. Это прогноз на период с 30 июня по 6 декабря. Прогноз уже не астрологический, а именно по картам Таро. Посмотрите мое видео, астрологическое тоже. На дне колоды осталась Дама Пентакли. Это значит сразу речь будет о деньгах, о денежках. Для кого-то, если вы смотрите, у меня мужчина, жена. Если у вас есть жена, отношения с ней будут очень актуальны в данный период. Если нет, то возможно у вас появится стабильная женщина. Жена – это та женщина, которая с вами стабильна. Это не обязательно, что ЗАГС. Давайте посмотрим, что принесет вам разворот Нептуна. Будет несколько вариантов, несколько позиций. Вы можете выбрать какую-то одну, либо все, как ваша душа пожелает. Давайте посмотрим, что вам принесет разворот Нептуна. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот так захотелось семь. Можете выбирать какую-то одну или несколько, или слушать все. Как раз, кстати, на дне колоды у меня тоже карта «Семь жезлов». Видите, семерочка получилась. Так, смотрим первый вариант. Ух ты! Король жезлов. Если меня смотрят женщины, то вам этот период ретро-Нептуна с 30 июня по 6 декабря привезет мужчину. Возможно, это новый мужчина в вашей жизни. Возможно, вы уже его знаете. Главное, что нужно знать, это мужчина страстный. И он стабильно ищет страсти, хочет страсти с вами. Постоянно, на постоянной основе. Это зрелый в интимном плане человек. Сколько бы ему не было лет, это зрелый мужчина. Если вы смотрите меня, мужчина, то это о вашей мужественности. Вот вперед вы будете вести себя очень смело, дерзко, рьяно, огненно. Настоящий огонь. Король жезлов по-львиному. Вот у нас сейчас Марс во льве. И Венера во льве. Да, мы смотрим про Нептун, но тут вышел огонь. То есть все-таки об энергии огня. Сейчас дополнительную карту достану. Знакомы ли женщины с этим мужчиной? Да, знакомы. Причем давно, но он сейчас от вас закрыл по какой-то причине. Мечтает о вас этот человек? А для мужчин? Всадник жезлов. Да. В общем, мужчина, у вас будет развитие, потому что вы от всадника переходите в короля. Становитесь более страстным. Для женщин информация такая, что мужчина, который от вас сейчас закрыт, он хочет стабильности с вами, хочет стабильной семьи. Мечтает о вас. Мечтает о вас. Ну, а для мужчин послание такое, что да, это вы. И есть у вас женщина, которой вы страстно желаете, которой страстно стремитесь. В общем, она ваша цель. Да, вот здесь мужчина с оружием. Конечно, звучит не очень, но вы знаете, так говорят. Так что цель. Женщина как цель. Здесь вот такая история. Здесь желание постоянной страсти. Стремление к страсти на постоянной основе. Так, ребята, пришлось ставиться на паузу, потому что тут огнище распалилось. И следующая карта выше. Смотрите, какая огненная, какой-то сплошной огонь. Пришлось себя поприкрывать. Конечно, карты такие, видите, откровенные. Один огонь. Вот вроде бы спрашиваем про Нептун. Но тут огонь, огнище, и пожар у меня распалился. В общем, какой-то пожар у вас. Это точно в хорошем начинении этого слова. Значит, смотрите, что еще принесет Нептун? Ну, работу. Работу. И работа над собой. И работу на работе. И какие-то работы над отношениями. Кстати, вот здесь тоже об этом речь. Ну, одна стихия страсти. Вот Нептун дает вам страсть. Это точно я вам скажу. И даже в рабочих процессах. И даже на работе. Может проигрываться, как вот много работы. Горячая. Какие-то горячие процессы. Много деятельности. Может быть, кто-то, правда, работает с огнем, с металлом. У кого-то просто много работы. У кого-то горячий цех. Да, тут разные ситуации могут быть. Так, посмотрим, третий вариант. Да, третью карту тоже нужно прикрывать. Ставлю пока на паузу. Так, вот так будем смотреть. Все-таки я их также хочу. Эти карты все считывать и вместе. Кто выбрал третий вариант? Здесь вышла цифра 3. Вообще уже вторая тройка у нас. Опять тройка. Но тройка кубков. Ребята, кто выбрал третий вариант, у вас здесь нарисовывается любовный треугольник. Третьей стороной может быть даже не человек, а какая-то зависимость. Учитывая, что рядом все-таки у нас тройка пентаклей, здесь даже может быть зависимость от работы. Трудоголизм. По тройке кубков может идти и алкоголизм, и трудоголизм. Особенно, да, вот я прикрыла эту карту, но вы ее там видите, она чуть-чуть выглядывает. Тройка пентаклей там была. Это работа, труд. Запросто, да. То есть какой-то вас тут обнимает, да, кто-то. Это какая-то сила, которая вас тянет. Это демоническое, это какой-то змей. Так что, к сожалению, да, здесь у кого-то реально может быть зеленый змей, это выпивка. У кого-то же это нечто финансовое. То есть то, что вам деньги дают, может быть какая-то игромания даже по этим картам. И, конечно, трудоголизм, да, вот ради денег, особенно, когда вот ради денег заработать побольше. Вот это желание может здесь проходить. Финансовые прибыли. Поэтому, кто выбрал третий вариант, будьте, конечно, осторожны. Да, вот с этой картой. Может быть, любовный треугольничек. Давайте, наверное, я посмотрю, а в чью пользу? В чью пользу? В вашу? Опять тройка. Или не в вашу? Ну, ребята, здесь у кого-то правда может быть разбито сердце, но... Тут, видите, и тут трое, и тут трое людей. И опять тройка, и шестерка. Здесь вообще может быть шестиугольник. Вот здесь две тройки, здесь тройка, шестерка. Боже, шестиугольник, девятиугольник. Что вообще происходит? Здесь борьба с этим змеем. То есть здесь змеи обнимают женщину, а здесь мужчина борется. Смотрите, у кого-то из вас по-разному, да, у кого-то один мужчина, двое женщин. У кого-то... Тут тоже нарисован мужчина и двое женщин, но здесь мужчина уже борется с этим демоном, да. Здесь у кого-то бывший. Здесь у кого-то бывший объявится и будет вас отвоевывать, по всей видимости, у вашего опять тройка. Это может быть? У нас вышли все тройки. Тройка пентаклей, тройка кубков, тройка жезлов и тройка... Воздуха. У нас вышли все тройки, которые только есть в колоде. Посмотрите, сколько еще карт остается. У нас вышли все тройки. Я так скажу, может быть, вообще абсолютно любой вариант, по такому количеству троек, абсолютно любой. И действительно, действительно, у кого-то третьей стороной выступает работа, у кого-то страсть, у кого-то бывшая, бывший. По тройке кубков, по тройке мечей, разбитое сердце. Человек, который разбил вам сердце, может вновь объявиться и захотеть вас по тройке жезлов. В общем, здесь карты что говорят? Что у всех по-разному. У всех по-разному, так что вообще абсолютно любые варианты. Ну, я думаю, сами видите, все тройки вышли. Значит, что все возможные треугольники. И когда третья сторона – деньги. И когда выпивка или другая зависимость, игромания. Человек может в компьютере сидит, не вылазит. Тоже третья сторона. И когда бывшая объявляется, какая-то бывшая любовь. Кто-то, кто разбил сердце, бывший. И страсть. Тут и страстный треугольник, ведь тоже нарисовывается. Здесь очень, конечно, сплошные тройки. Так что третий вариант. Кто выбрал третий вариант, у вас здесь тема треугольничков. А мы смотрим дальше. Четвертый вариант. У вас здесь любовь. Король кубковый. Посмотрите, у нас уже вышел на первый вариант король жезловый. А на четвертый вариант король кубковый. Вот здесь мужчина любящий. Любящий. Девушки, кто одинок. Это встреча с мужчиной. Если по первому варианту страстный мужчина, то по четвертому мужчина любящий. Если вы смотрите и первый, и четвертый вариант, то это может быть в одном человеке сочетается. И страстный, и любящий. Но так как у нас выпадает и тройка кубков, я могу сказать, что у вас может быть треугольник девушки. Когда вы и двое мужчин. Один страстный, другой кубковый. Один вас больше любит, другой больше желает. Или это один, который вас и любит, и желает. Давайте посмотрим, что же это за вариант. Какой из вариантов. Да, скорее всего, это сочетание в одном человеке. То есть человек вас и страстно желает, и любит, и еще и защищает вас. И, кстати, скоро он даст о себе весточку. Что-то напишет. Что фантазирует о вас, что мечтает о вас. Фантазия. Этот человек смотрит ваши фотографии. Да. Причем постоянно и давно. Хочет к вам. Он постоянно к вам стремится. Медленный очень. Не тормоз, а медленный газ. Вообще, может, долго вам не пишет. Только вот медитирует на вас. Мечтает. Вы до него единорожка. Прекрасная. Вот он просто мечтает, да. Конечно, да. Рог его устремлен в вашу сторону. И, видите, скоро он что-то вам напишет. Напишет редко, мало, очень медленно. Но все-таки движется к вам. И что он напишет? Здесь страстное желание. И здесь желание стабильных отношений. Причем, что человек ощущает, что чего-то вам не додал. То есть, человек ощущает, что должен вам. Что он вам должен. Стабильность. И по десятке Пентаклей, и по даме Пентаклей человеку вам должен стабильность. Он хочет дать вам именно стабильные отношения. Да, опять падает всадник кубков. Посмотрите, вышел и вестник кубков, и всадник кубков, и фараон кубков. Этот человек к вам скоро объявится и заявит об этом. Он медленный, долгий. Вы давно с ним знакомы. Его страстно к вам тянет. И разрывает в то же самое время, как будто, знаете, он разрывается, не знает, что делать. Почему, сейчас спросим. Почему он мечется? Потому что вы на расстоянии, и, скорее всего, сейчас тоже его в какой-то степени, может, даже заблокировал кто-то. Вы к нему холодны. Вы сейчас к нему не проявляетесь. И вы на расстоянии. Между вами либо невозможность быть вместе. По карте звезда. Да, это может быть работа, какая-то иная невозможность, даже если вы в одном городе живете. Также по карте звезда это может быть большое дальнее расстояние между вами. Вот так. Так что вы сейчас к нему, скорее всего, не проявляетесь. Девушки, он вам первый напишет и скажет, что... Да, вот всадник мечей падает. Точно напишет. Вот кто смотрит, думает, да, наверное, не напишет. Всадник мечей падает. Это самая быстрая скоростная карта. Всем напишет. Хотите, чтобы было так, пишите. Так и есть. Потому что здесь падают все карты, говорящие о том, что мужчина напишет женщине, которая к нему не проявляется. Всадник мечей. Это буквально сегодня может написать, на момент, когда вы смотрите. Да, потому что сердце его разбито по вам. И он считает, что это справедливо. Да, действительно. Может быть, и сегодня напишет. Потому что выпадают мечевые карты по мечам. Я смотрю секундные стрелки. Секундная, минутная, часовая стрелка. Тройка мечей может показывать циферблат. Ну, давайте еще считаем, какие варианты. Может быть, через 3 часа. Может быть, конечно, через 8 часов по карте справедливости. Хотя здесь тоже меч, да, это может быть в полночь. Может быть, на границе. Может быть, 3-го, 8-го числа. Или сочетание 11. Да, что-то такое в 11 вечера. Либо 11-го числа. В общем, вот эти цифры можете как-то компоновать. Может, может. Самое, конечно, долгое по мечам месяце. Но я не думаю, что здесь человек вам напишет. Нет, здесь скорое сообщение. Здесь, конечно, скорое. Хотя для кого-то, ребята, для кого-то может быть, в принципе, и через 3 недели. Ну, вот 3 недели – это максимум. Август 8, да, цифра 8. Ну, максимум через 3 недели. То есть, через месяц, как раз месяц, 3 недели. Это максимум. То есть, у кого-то через 3 часа, у кого-то через 3 недели по мечам. У кого как. У кого-то быстрее, у кого-то раньше. Так как это общий раскладик. Не забывайте. На дне колоды, кстати, снова оказалась семерка жезлов. Вот там вот. Все-таки так говорится здесь о том, что какая-то есть оборона. Какая-то необходимая защита. Кто выбрал пятый вариант? Здесь выходит Старший Аркан. Из всех карт, да, пока Старший Аркан. Первый, именно на пятый вариант. Кто выбрал пятый вариант? Вам Нептун принесет очень судьбоносные перемены. У кого-то реально суд. У кого-то, ну, вот, суд – судьба, да, суд Божий. У кого-то юридические дела решатся до 6 декабря. У кого-то, вот, Божий суд рассудит. Судьба вообще ваша проиграется мощненько. По этому Аркану Старшего мощненько. У кого-то здесь возрождение отношений, может быть, после вот окончания. Возможно, что была как будто бы точка в отношениях. Да, у кого-то была точка по Тузуме, чьи отношения могли быть закончены. Но, да, 8 кубков человек уходил. Вы, может быть, уходили. Ну, вот он возвращается к вам всадник Жезлов. Вот, посмотрите его, может быть, даже узнаете. Опять-таки, есть речь о том, что мужчина возвращается. После, да, каких-то трансформаций. Много очень огня выпадает. Так что тем, кто выбрал пятый вариант, здесь возобновление отношений. Возобновление отношений. Кстати, в Садних Жезлов тоже очень быстрая карта. Вообще много огня в раскладе. Поэтому, возможно, что данный расклад, он у вас проиграется. Вот, прям-прям у кого-то прям... Я сейчас делаю на развороте, как раз, Нептуна. Может быть, сразу, да, этот разворот вам... Да, знаете, как мотоцикл разворачивается. Скоростное лишь какое-то событие может произойти. Ну, и старший Аркан, сами понимаете, это судьбоносно. Так, давайте смотреть шестой вариант. Что тут у нас? Мечи, шесть мечей. Чей-то приезд, либо чей-то уезд. Сейчас будем смотреть подробности. Вам период с 30 июня по 6 декабря принесет путешествие. Ну, чье это? Ваше ли, не ваше ли? Давайте смотреть. Так. Ваше. Не ваше. Знаете как? Будете ехать вы куда-то, если вы об этом мечтаете. Вот те, кто меня сейчас слушает. Если у вас есть мечта о каком-то путешествии, то вы поедете. Если же вы меня слушаете и вы не собираетесь никуда ехать, вообще не собираетесь, то это к вам приедет. Весник жезлов выпадает. Посмотрите, что происходит. Здесь кому-то очень хочет приехать мужчина, девочки. Выпадал уже весь их жезлов, помните, на первый вариант. Здесь с большей вероятностью могу сказать, что мужчины приедут туда, куда хотят приехать. И будут приезжать даже несколько раз девять каких-то важных встреч, может быть. Может быть и больше, конечно, вообще сколько захотите. А вот девушки у вас будет путешествие, если вы о нем мечтаете, если вы запланировали. Если вы сейчас ничего не планируете, то и не будет, потому что здесь идет путешествие как осуществление, вообще-то давней мечты. Как осуществление желанной мечты. А вот мужчины здесь, вот у девушек здесь может быть какой-то отпуск по цифре девять. Это может быть такое шесть-девять, в отпуске давно не были. Тоже опять-таки, это может быть вы прямо в июле поедете. Или в сентябре. В июле, либо в сентябре. А вот мужчины здесь показано, что вообще много энергии огня. Здесь может быть вообще много путешествий у мужчин. Да, всадник кубков. По любви, видите, выпадает и вестник жезлов. И всадник кубков. Да, это все движение. И здесь не ограничено. Колесо фортуны. Вот вообще на мужчину выпадают колесо фортуны. Здесь может быть мужчина, который постоянно ездит. Постоянно, да, по колесу. Он вообще в дороге, может быть, работает. Опять семерка жезлов на дне. Послушайте, у нас семерка жезлов постоянно здесь на дне. Какая-то борьба, какая-то защита, активная оборона. Активная оборона, борьба за себя, свои права, свои интересы. Да, смотрите, здесь мужчины постоянно, возможно, вообще постоянно катаются. Ну вот, смотрите, 10 и 20. Постоянно, постоянно. Так что здесь у мужчин, скорее всего, вообще стиль жизни такой. Вот шестерки мечей в путешествии. А девочке какое-то, вот, какое-то путешествие мечты. Да, и семерка жезлов тоже важная. Так, ну и давайте смотреть. Ой, полетели карты. Опять те же карты, конечно, летят. Хотят вам карты сказать, что это очень скоро будет. То есть этот прогноз, он, скорее всего, проиграется, вот, очень. Прям, прям аж бегом. Прям бегом. В течение июля-августа. Июль, август, сентябрь, да. Вот эти вот месяцы огненные, мощные. Так, и седьмой вариант. Вестник Пентакли. Карта вроде бы про землю, да, Пентакли. Но все-таки, опять-таки, огонь, опять тут противоборство нарисовано. Опять корабль, чей-то приезд, какое-то движение какое-то. Новости какие-то. Здесь про учебу. Кто выбрал седьмой вариант, вы пойдете учиться. Возможно, будете учиться весь период Ротоградного Нептуна с 30 июня по 6 декабря. Учиться. Может, даже поедете учиться. Либо будете учиться в интернете. Может быть, будете вдвоем с кем-то учиться. Либо вы и ваш учитель. Может быть, вы учитель. Может быть, у вас какие-то ваши ученик выходит. Вообще, Вестник Пентакли. Ученик. Это может быть кто угодно. Может быть, это ваш сын. Может быть, это вы. Давайте сейчас подробности. Здесь может быть много всего. Карты падают, летят. Тройка жезлов. Вы, может, прям реально пойдете в какой-то коллектив учиться. Да, чему-то новому. Чему-то новому. Будете чувствовать себя буквально ребенком. Которому нужно. Вам не хватает. Если вам не хватает денег, вам точно нужно идти учиться. Да, выходит пятерка Пентакли и восьмерка Пентакли. Пятерка Пентакли, нехватка денег. Восьмерка Пентакли и мастер. То здесь вам такой совет. Если у вас мало денег, вы недостаточно зарабатываете, то вам нужно выйти на уровень мастера через обучение. Здесь яркий посыл. Позитивный на учебу. Отшельник тоже. Фараон Пентакли, дева, школьный знак. Отшельник, дева, сентябрь. Смотрите. И колесница. Точно 200%, 300% учиться. Учиться, учиться, еще раз учиться. Всадник Пентакли учиться. Точнее фараон, да? Это король Пентакли. Король. Почему-то я думала, это рыцарь. Ну ладно. Все равно учиться. Отшельник тоже учится. Колесница тоже учится. Вот все знаки диакарак. То есть вот 7, 9, да? 7, 8, 9. Эти месяцы можете учиться. По колеснице, в дороге, в путешествии. Кто-то, правда, может быть, за границу отправляется. Или у вас преподаватель иностранец. И, ну, очень много жезлов. Это прям вот скоро все это будет. Это скоро. Можете вот 3 месяца этих обучаться чему-то, положить квалификацию. Или свои курсы. А по карте колесницы, может быть, что и вы учитесь чему-то, и вы преподаете что-то. Повышаете свое мастерство. И это, может быть, что совершенно новое даже какое-то направление. Здесь про учебу. Может быть, это про какого-то вашего... Нет, это про вас, девочки. Он точно. Дамо Пентакли выпадает снова. Кто-то учится удаленно, из дома. Да, двойка Пентакли. Видите, у вас какое-то репетиторство. Потому что здесь двое мальчиков. Сейчас покажу вам поближе. И по двойке Пентакли. Видите, тоже. Да, скорее всего, какое-то вы обучение проходите. Чтобы денег было больше. С клиентами, по двойке Пентакли, с клиентами много работаем. Ваш Пентакли может означать действительно клиентов. Опять семерка жезлов. Посмотрите, семерка жезлов просто ключевая карта. Поэтому сейчас оставлю вам, чтобы вы ее внимательно рассмотрели. Возможно, она для вас что-то особое скажет. Что-то вы свое увидите. Это ключевая карта. Семь. Нептун разворачивается в 27 градусе рыб сейчас. 30 июня, ну почти в июле в седьмом месяце. Вот посмотрите. Сейчас каждый считает то, что увидит в этой карте. Это о Нептуне. Видите, как будто бы иллюзия, да? Представление. Замок какой-то. Это же Нептун. Иллюзорность. Но здесь как-то страстный такой у вас Нептун. Страшный суд. Страстные тут карты. Много страсти. Много огня. Много движения. Много прорыва. Много прорыва. Много нового. Давайте посмотрим все-таки еще подробнее, что эта семерка жазлов означает. Обороняете вы просто оборону. Оборона означает. Да. Сила. Показана оборона. Вы сильно, со всей мощью, со всей страстью обороняетесь. Вот на эту карту тоже посмотрите. Обороняетесь, защищаетесь. Карта Сила. Наверное, заблокирует меня за нее, конечно. Карта Силы. Карта Девятка Пентакли. Вы защищаете свое. Вы стоите на своем. Активная оборона своих границ. Вот такой получился расклад. Ребята, пишите, кому нравится. Мне кажется, что он проиграется здесь вот в ближайшие три месяца. Это июль, август, сентябрь. Наверное, не дольше. Потом будем дальше смотреть. Хотя, видите, запрос был такой подольше. Но самое интересное, скорее всего, будет проигрываться именно вот сейчас, в ближайшее время. Будь счастливы. Всего благ. Всего доброго.